Здравствуйте, мои дорогие цахурцы! Я сегодня с вами хочу говорить о гимне, о цахурском гимне, потому что в интернете я встретилась с такой видео, там имя было этого видео «Цахурский гимн». Я послушала эту песню, но я там увидела только о традициях. Но гимн – это должен лица народа. В гимне должен чувствоваться дух народа. Гимн должен говорить о корнях народа. Но это была просто такая песня, и я эту песню поставила на одно видео и ждала ваших реакций. Но никто не реагировал, там была большая ошибка, там было одно слово, что мы из Саков, но мы не из Сака. Сакы – это только язычные племени Щеки. У нас есть щекинский город Щеки, его больше всех привязывают с Саками. А мы – древний албанский народ, которые жили в севере Албании, в горах. И об этом даже в азербайджанском истории много раз говорили, и в телевизии, что моя телевизия есть, общественная. Там и тоже говорили о нас, о наших корнях. Поэтому я не буду об этом так много говорить. Если язык – паспорт народа, то гимн – лицо народа. Гимн должен быть таким, которым, когда ты его слушаешь, пусть дух охватывает, дух нации тебя охватывает. Например, у аварских песен. Когда я послушаю аварских песен, у меня в жилах кипятит кровь. Ты становишься таким сильным, смелым. Поэтому и цахурский гимн должен быть таким, который, когда ты послушаешь его, ты должен гордиться от этого гимна, что ты принадлежишь цахурской нации. Ну, паспорт народа, я сказала, это его язык. Например, до нашей эры в Апеннинском острове, полуострове, жили латынцы. Но со временем они исчезли из истории. Из ценной истории. От них остался латинский алфавит и латинский язык. Поэтому, учитывая этот язык, мы знаем, что когда-то до нашей эры, в первом тысячелетии, в Апеннинском полуострове жили латынские этносы. Поэтому язык главный. А гимн – это лицо народа. Гимн не должен быть с ошибками, гимн не должен похож больше на песню. И гимн не должен использовать те элементы, которые принадлежат другим народам. Например, этот гимн, который поставили, не знаю, там Эльчин Давудов, кто там поет. Этот певец, сам не зная, он нас сделал рукоязычным. Это большая ошибка, и никто этому никакой возражений, никакой протест. Никто ничего не сказал. Когда я поставила, один человек там в комментариях писал, что это музыка принадлежит Эрдогану. Ему какую-то ее песню, или Сеон Драк. Ну, я потом это видео убрал. Я бы предпочла совершенно другое производение за гимна. Этот гимн писал Валех Камзат. Он из Сувагиля, из Азербайджанской республики, села Сувагиль, но сейчас он живет в Дагестане. Я этот гимн услышала от его автора. Он сам поет. Но я очень хотела бы этот гимн, как надо, пели с аранжеманом, с музыкой, и поставили на интернет. Ну, автор, если сам автор хочет, сам поет. Если не хочет, тогда я бы очень-очень рекомендовала Серхана Дедеева. И мне очень нравится голос этого поэта, певца Цахурского. Он во всех языках красиво поет. Ее голос проникает прямо в душу. Поэтому я бы хотела от автора Валеха Камзата просить, чтобы он дал разрешение, чтобы этот гимн пел Серхан Дедеев. И цахурцы, которые скажут, что мы цахурцы, ты не должен разговаривать от нашими именами. Ну, спонсируйте Серхана Дедеева, и пусть он поет, пусть аранжеман сделает, и потом поставит это видео в интернет. Пусть все узнают, кто мы, какие мы. Самый главный вопрос в гимне должен быть такой. Кто ты такой? В этом гимне есть два слова. Ца и няо. И они ца, большинство кавказских народов. Ца это огонь. Няб это земля. Мы должны быть к своим, которые нас не любят, которые нас хотят асимилировать, которые нас раздавить хотят. Мы своим врагам должны быть, когда мы бережем свои насти, должны быть как огонь. А когда силу нет, когда мы вот-вот думаем, что все, конец, мы должны стоять как земля. Потому что самая главная почва под нашим ногой – это земля. Когда землетрясений бывает, вы сами этого видите, что когда земля рухнет, ничего не остается в этом мире. И кроме этого, в гимне есть, что мы из албанской происхождения, из албанцев. Оттуда мы идем, наши корни оттуда начинаются. А потом Даниил Бек, Эли Султан, Сардар Бек, наших героев там числит автор. И другие наши, как сказать, достоинства в этом гимне очень красиво изображены. Поэтому я хочу, чтобы этот гимн, как надо, его обработали и поставили в интернет. А другие гимни, как называли, с ошибками и большими ошибками, удалили из интернета. Потому что большие ошибки начинаются от маленьких. Когда ты маленьким деталям внимания не даешь, эти маленькие детали разрушают весь облик народа, весь нации. Вы сами видите, что азербайджанский народ, азербайджанин народ не формировался. Они не знают, они турки или азербайджанцы. И когда идут, если народ не формируется, тогда и свобода, справедливость, совесть и другие ценности, они не укрепляются. Поэтому у нас есть свой этнос, свои корни, мы должны их беречь и укреплять своими достойными работами, своими достойными людьми. Валех Камзат один из них. Он простой человек. Толстой сказал, что простые, большие, великие люди бывают простыми. Очень. мы должны оценить тех людей, оценить, которые у них есть ценности. Тогда ценности будут прибавляться и народ будет развиваться. А сейчас слушаем этот гимн, который поет сам автор Валех Камзат. Он говорит, что у него голоса нету, но он очень красиво поет. Валех Камзат. Субтитры 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 Субтитры